Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке «Познание мира». Тема нашего урока «Работаем с глобусом и картой». Сегодня на уроке мы узнаем, для чего на глобусе и карте нужна градусная сеть. Прежде давайте проверим ваше домашнее задание. Вам нужно было с помощью диаграммы Вена записать различия и сходства глобуса и карты. Перечислим отличия глобуса от карты. Глобус имеет небольшой масштаб. На карте местность изображается более подробно. Глобус объемный, а карта плоская. На глобусе нет искажений. Карта немного искажает расположение и площадь объектов, так как земля круглая, а карта плоская, и материки, океаны представлены в развернутом виде. Карта более удобна, так как ее можно сложить, повесить на стену, и она будет занимать меньше места. Если вы указали все эти отличия, то вы отлично справились с заданием. Рассмотрим, какие же есть сходства. Глобус и географическая карта – это условное, обобщенное изображение земной поверхности. Условные обозначения на глобусе и карте схожи. Глобус и карта имеют масштаб. Глобус, как и карта, имеет градусную сетку. А чтобы вспомнить, что еще вы знаете о карте и глобусе, предлагаю восстановить рассказ. Модель земли называют глобусом. А условное изображение поверхности земли на плоскости называют картой. Существует много видов карт. Это географическая, туристическая, карта дорог, полезных ископаемых, карта мира, страны, местности. На физической карте синим цветом обозначены воды, коричневым, желтым, зеленым – суша. Первыми увидели нашу планету – космонавты из космоса. А вы помните, кто был первым в космосе? 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур, расположенного в Казалардинской области Казахстана. А знаете ли вы имена наших соотечественников, побывавших в космосе? Конечно, это первый казах-космонавт Тохтар Албакиров. Толгат Мусалбаев – первый космонавт Суверенной Республики Казахстан, первый казах, побывавший в открытом космосе. Впервые в истории взял флаг и герб Республики Казахстан в космос в 1994 году, затем еще два раза – в 1998 и 2001 годах. Айден Аимбетов – первый космонавт Каскосмоса. Вид Земли из космоса вызывает восхищение. Эта голубая планета поражает своим живым теплом и светом. Такой увидел нашу планету из космоса второй казахстанский космонавт Толгат Мусалбаев. Давайте и мы сравним вид Земли из космоса и глобус. Рассмотрите рисунок на странице 102 своего учебника, в чем вы видите сходства и различия. Как выглядит наша удивительная планета из космоса? Разноцветные облака над океаном, огненные озера, заливы, океаны, ледовитые плато, туманные долины и острова, окаймленные водами радужных цветов. Наша планета неимоверно прекрасна. А что же мы видим на глобусе? Модель Земли покрывает тончайшая сеть линий. Посередине глобус пересекает горизонтальная синяя линия. Она называется экватором. Экватор делит Землю на северные и южные полушария. На Земле в природе такой линии нет. Ее вычислили математически. Круговые линии, которые соединяют северный полюс Земли с южным, называются меридианами. По меридианам показывают направление север-юг. Это линии одинаковой длины. Мысленно совершая путешествие по любой такой линии, обязательно окажешься либо на самой северной точке Земли, в северном полюсе, либо на самой южной, в южном полюсе. Воображаемые линии на поверхности Земли, проведенные на одинаковом расстоянии от экватора, это параллели. По параллелям показывают направление запад-восток. Меридианы и параллели, нанесенные на глобус и карту, составляют градусную сеть. По ней определяют точное положение каждого пункта на Земле. Сделаем вывод. Широта и долгота называются географическими координатами. Горизонтальные линии или линии, соответствующие направлению восток-запад, это линии широты или параллели. Вертикальные линии или линии, идущие в направлении с юга на север, это линии долготы или меридианы. Эти линии опоясывают глобус и образуют так называемую градусную сетку. Давайте поработаем с картой. Найдите и покажите на карте экватор, меридианы, параллели, северный и южный полюсы. По физической карте Казахстана на странице 41 попробуйте определить географические координаты городов Нур-Султан и Алматы. Посмотрите, на какой широте находится город Нур-Султан? Приблизительно 51 градус. А на какой долготе? Приблизительно 71 градус. Самостоятельно определите координаты города Алматы. Проверьте. Широта 43. Долгота 76. На карте и глобусе огромная планета, земля, реки и горы, равнины, моря. Точка на карте зовется объект. Такое понятие ввел человек. И очень важно знать о том, что каждая точка имеет свой дом. Чтобы ее отыскать в целом мире, ей указали этаж и квартиру. Сложно найти этот адрес ребятам, если не следовать координатам. Этаж называется широтой. Номер квартиры – ее долготой. Как отыскать домзаветный ключик? Карта и глобус нас этому учат. Нам остается припомнить немного, какие ведут каждой точки дороги. Как только дороги пересекутся, искомые точки сразу найдутся. Вы отлично поработали сегодня. И в конце урока предлагаю один интересный факт. Знаете ли вы, где построен самый крупный глобус с параллелями и меридианами, точными координатами крупнейших объектов? В городе Ярмут, штат Амэн, в главном офисе американской компании Делорм, находится поистине бесподобный макет земли, который имеет просто уникальные параметры. Высота почти как у дома – в четыре этажа. Вес – 2500 килограммов. Диаметр – 12,5 метров. После урока вам предстоит самостоятельно прочитать материал на страницах 102-104, найти координаты своего города, поселка. Подведем итоги урока. Мы узнали, что экватор делит Землю на северное и южное полушария. Воображаемые линии на поверхности Земли, проведенные на одинаковом расстоянии от экватора, это параллели. Круговые линии, которые соединяют северный полюс Земли с южным, называются меридианами. Широта и долгота называются географическими координатами. Оцените себя с помощью лесенки успеха. Наш урок подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok